При решении реальных задач часто встает задача, когда один и тот же каталог должен выглядеть двумя разными способами. Например, нам необходим вывод каталога в классическом варианте по группам. А также мы на сайте хотим видеть тот же самый перечень товаров, но уже сгруппированные совсем по-другому. Например, по применяемости. Для этого есть такой способ организации каталога, как альтернативные классификаторы. Данная задача решается очень несложно, с помощью двух инфоблоков. Вот у нас есть каталог одежды. Соответственно, здесь у нас есть обувь, платья, спортивная одежда. Но нам еще нужно тот же самый каталог вывести в другой структуре. Детская, подростковая, взрослая одежда. А внутри в каждой группе создать подгруппы мужская и женская. Но при этом текущая структура у нас должна остаться. По сути, мы должны одни и те же товары классифицировать по двум классификаторам. Для этого как раз и служит альтернативный классификатор. Мы создаем второй инфоблок, который так и называем альтернативный классификатор. И там создаем все необходимые нам группы. В основном каталоге создаем пользовательское свойство. Открываем. Там создаем пользовательское свойство. Типа привязка к разделу. От альтернативного классификатора привязка к разделу. Сделано. И устанавливаем, соответственно, в настройках связь с новым нами созданным инфоблоком. Теперь попробуем манифицировать стандартный компонент каталога, который входит в тиражное решение. Вот мы с вами создали новую папку. В ней разметили компонент. Копируем шаблон «Своя пространство». Как видите, мы назвали шаблон «Каталог Альт». Оставим настройку, как есть, то есть на основной каталог. В настройке вынесем еще один параметр настройки. Выбор альтернативного ID инфоблока. Вот наш компонент. Здесь мы создали параметры. Добавили. Еще один параметр. Вот мы видим «Альтблок Айд Альт». Как видим, альтернативный список у нас уже появился. Здесь мы можем указать, выбрать соответствующий альтернативный инфоблок для альтернативного классификатора. В нашем случае они должны находиться в одном типе инфоблока. Теперь в секшен «Пхп» мы соответственно в ряде мест произведем замену ID инфоблока на ID альтернативного инфоблока. «Фильтри» в списке секций но остановимся на компоненте «Каталог Секшен». К сожалению, если мы передадим туда ID альтернативного инфоблока, то у нас ни один элемент не будет выведен, так как товаров не существует в альтернативной инфоблоке. Их там просто нет, они содержатся в основном каталоге, в основном инфоблоке, поэтому мы фильтруем по пользовательскому свойству привязку к альтернативному классификатору. Вот мы задаем фильтр и соответственно туда передаем данный ID. А также у «Каталог Секшен» устанавливаем параметр «ByLink». Этот параметр служит для того, чтобы вывести элементы без привязки к сексе. Все, собственно. Сохраняем все это дело. Проверяем. Как видим, у нас здесь выводится все соотносительно нашему альтернативному классификатору. Секшен. Проверяем. 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 Проверяем.